друзья приветствую вас на втором уроке по пиону дорабатываем сегодня пион сухой пастелью нас осталось доработать листики внутри лепестки и фон снизу и сверху доделать а раз уже на пионе будем я сделаю отдельный урок мы сегодня просто доработаем листочки лепесточки и фон по сути основную работу доделаем уже как дополнительные останутся всякие там мелкие доделки и росинки на самом цветке то есть кто захочет без них принципе достаточно будет посмотреть этот урок дополнительно будет как бонус бонус для тех кто нарисовал все и хочет больше мы смешиваем те же цвета которые использовали до этого на нижних лепестках то есть темная фуксия светлая фуксия красно-фиолетовые оттенки мелкие мы не меняем цвета не меняем не добавляем какие-то новые прорисовываем форму лепестка придаем ему объем темно-бордовым я тоже добавляю такой оттенок красноватый красноватый бордовый и типа в и и По сути у нас все те же действия с каждым лепестком повторяются. То есть мы лепим лепестки, создаем им фактуры, создаем объем, делаем градиент, повторяем фактуру лепестков максимально. И так с каждым лепестком по очереди. Убавляя какие-то светлые оттенки, какие-то темные. И потом будем их смешивать прямо на работе. У меня как блендер это фиолетовый, розовый, белый карандаш, которым я буду растушевывать нанесенные мелками цвета. И в любом случае растушевываем по форме лепестка, чтобы он был максимально выпуклый. Чтобы он не плоским получился, а такой живой. Заметить, обратить внимание, что каждый лепесток имеет свою форму. Они все очень разные. Продолжение следует... Продолжение следует... По мне все-таки карандашами удобнее какие-то такие детали рисовать. Нужно поработать внутреннюю серединку цветка. Продолжение следует... На темно-бордовый карандаш с таким фиолетовым оттенком... Прохожусь им по лепесточку. Продолжение следует... По лепесткам... Там, где у нас углубление, вот такие темные участки... Один лепесток накрывает другой... И между ними вот такой темный-темный цвет получается... Собственная тень цветка... И плюс... Яркий цвет... Он находится в тени и еще не выцвел. Поэтому кончики белые, да? Лепестков... А чуть ближе к сердцевинке такой насыщенный яркий цвет... Добавляю бордовый на лепестки... У меня получается три основных цвета в пионе в этом... Фуксия светлая, темная, фиолетовый и бордовый... Получается такой вот оттенок у него интересный... Уж не знаю... В реальности существует... Такие пионы или нет... Этот у нас сгенерирован нейросетью... Я специально для урока создала его с помощью искусственного интеллекта... Дабы не было никаких претензий по поводу авторских прав к каким-то фотографиям... Из интернета... Это очень удобно, особенно когда у тебя нет под рукой референса... Ни живого, ни живого... Не, у меня есть фотографии пионов... Но они мне там, допустим, не очень нравятся... Поэтому спасибо, что у нас существует... Это искусственный интеллект, который помогает нам создать те референсы... Какие хочется изобразить... Но вряд ли ты с натуры сядешь напротив солнца и будешь рисовать цветок... Когда тебе солнце будет фигачить глаза... Во-первых, ты ничего не увидишь и очень быстро заборят глазки... Да и так долго этот момент не будет держаться в природе... Поэтому в любом случае это только фото... То есть ты делаешь какие-то цветовые эскизы, наброски для того, чтобы цвет передать... А потом уже по фото дорисовываешь... Есть, конечно, у нас такие интересные люди, которые рассказывают, что они по памяти дорисовывают... Хотелось бы посмотреть мне на этих людей... Я таких еще не видела... Не, по памяти можно, но это будет нереализм... Нереализм... Вот такой, скорее, импрессионизм... Добавляю цвета лепесточки... Потом в любом случае будем их смешивать с помощью карандашей... Растушевывать... У меня сюда бледно-розовый есть... Он тут тоже есть как бы в цвете... Но он скорее такой пыльно-розовый, да... Потом перекрывается... Получается как бледно-розовый... Перекрыть светло-фиолетовым... И получается такой цвет пыльно-розы... Я, кстати, очень часто раздуваю пыль от мелков... Гораздо чаще, чем есть на видео... Потому что по большей части я вырезаю эти моменты... Чтобы не раздражать себя и вас в том числе... Потому что я понимаю, что постоянно вот эти вот сдувания пыли... Они немножечко раздражают... Раздражительные такие... Ну... Тут либо сдуваешь, либо стряхиваешь... В конце, когда я буду уже рисовать фон... Темно-зеленый, да... Я буду только стряхивать... И вам рекомендую все-таки не сдувать... Чтобы это все на пион... На цветок не шло... А пыл зеленый именно... А стряхивать вниз... А наши лепестки останутся такими же нежными и красивыми... Они покроются зеленым опылом... От пастели... Это так... Прелюдия... Спойлер... Я буду сразу чувствовать... И вот все-таки, да? Когда одними мелками, без растушевки, пальцами или карандашами, но смотрится все равно немножечко не так. Мне не очень нравится, если честно. То есть там, где прорисовано, растушевано уже, лепестки, они иначе смотрятся, чем там, где мелками повозюкали. Там даже если огромное количество будет наслоений, тут вот растушевка с помощью мелков. Я знаю, многие профессиональные художники так делают. Ну, мне не всегда нравится, если честно. На каких-то больших работах, да, на большой поверхности, где там есть какая-то возможность, может быть, и да. Ну, не везде. И можно приступать к растушевке. Добавляю каких-то оттенков, но где мне там не хватает яркости, буду добавлять яркость. И где-то в течение, наверное, часа будут у нас создаваться с вами лепестки. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Где-то корректировать можно, да, по ходу сразу. Добавлять, убирать лишнюю. Ну, в любом случае, мы в процессе создания работы, мы ее всегда корректируем по ходу действия. Где-то как-то угол поменялся, да, взгляд поменялся, восприятие поменялось. За время работы такое может случиться. То есть ты начал ее как-то с одной стороны видишь, а в итоге уже ближе к концу по-другому смотришь и начинаешь по-другому видеть. Белые участки мы, в принципе, на данном этапе не прорабатываем. Они будут у нас прорабатываться уже в итоге, когда все будет готово. Потому что, как я уже говорила, на белый очень легко ложится пыль других цветов. Максимально въедливый. Нам нужно создать объем на тех еще внутренних лепестках. Должно быть видно, что они такие объемные, как чашечки. Что они не плоские там, да, а что там есть внутренний объем. У каждого лепестка свой объем, своя форма. Какие-то изогнутости, выпуклотости. Такие рифленые лепесточки. Максимально пытаемся добиться этого сейчас, когда рисуем пион. В дополнительном уроке, когда уже будем прорисовывать рассу, я буду еще и прорисовывать вот эти вот такие, как покоцанные, да, лепесточки. Особенно по нижним, по боковым это видно. То есть какие-то мелкие детали я уже буду дорабатывать при нанесении росы на лепесток. Потому что под росой тоже есть какая-то тень, есть какой-то контраст, чтобы ее было видно. То есть любой шаг, как бы, в рисовании, он имеет свой смысл. То есть, да, мы не можем сначала нарисовать росинки, а потом покрыть цветом пион. Тогда росинок этих нифига не останется. Это не имеет смысла. То есть каждое действие имеет свою последовательность. Ну, это как правило, да. Ну, потихонечку, постепенненько прорабатываем каждый лепесточек. У меня есть точилка специальная для пастельных карандашей, для того, чтобы затачивать грифель, чтобы он остреньким становился, и им было проще провести тонкую линию. Можно не специальную точилку, да, затачивать, а нулевку, да, наждачку, об наждачную бумагу. Только не сильно зернистую. Иначе это и изуродует карандаш, грифель. Такую все-таки ближе к нулевочке. У меня тут растушевки. Два карандаша. Это темно-бордовый с таким фиолетовым оттенком и белый. Иногда буду еще применять розовый карандаш для растушевки. Там есть какие-то такие плавные градиенты, переходы, где присутствуют все-таки розовые. И карандашики для того, чтобы бордовый был бордовым, мы вытираем по салфетку. Это тут лишнее. Потому что все равно, когда заходишь на белую, бордовый пачкается, а белый. Белый пачкается, а бордовый. Поэтому вытерли, рисуем. Вытерли, рисуем. Значит, там, где вы хотели нарисовать белым, нарисуйте пятном бордовым, который мы спачкали белый карандаш до этого. Ну, здесь все-таки у нас это не играет особой роли, по факту, да. Там неважно, тут пятнышко, тут пятнышко. Белый либо бордовый, нормально. Ты же цветок. А если в каких-то других моментах, да, где это может просто испортить всю работу, то лучше, конечно, максимально отслеживать, что, по-моему, рисуешь карандашом, он должен быть чистым. Он должен быть того цвета, который тебе нужен, а не испачкан. В красном там или в синим. А тебе нужно рисовать светлое. Мне не хватает белой вот этой яркости. У карандашей, конечно, они белые, но не такой максимально белый пигмент, какой есть в мелках. И здесь, да, я уже говорила, лучше использовать белый пастельный мелок, не маслянистый. И сухая пастельная такая, как маслянистая, а такой вот более плотный, суховатый. Мне кажется, цветы особо хорошо будут рисоваться на пастельматы. Вот такая поверхность довольно-таки позволяет очень хорошо накладывать пастель слоями. оно не скатывается, потому что у фабриана вот эта бумага, которую я взяла, все равно есть момент, что пастель скатывается, и мне не нравится этот эффект, это некрасиво. Особенно вот в солнце сияние, ну, как бы я в итоге в конце работы, да, буду там пытаться как-то это сюда делать и довести к тому моменту, который мне хочется увидеть. Но все равно не тот эффект. На бумаге пастельмат такого нет. Более плавные переходы, красивые градиенты. Нет вот этого скатывания, когда там еще и бумагу видно. Причем не важно, какой там цвет бумаги, пастель накладывается хорошо. Ну, фабриан и токтизиан – это довольно-таки такой бюджетный вариант. А так как у нас уроки безвозмездные, заодно попробуйте посмотреть, как, на какой бумаге, что рисовать интереснее и лучше. Я вот для себя поняла, что если я захочу кому-то, если кто-то захочет пионы, да, или цветы какие-то, я буду рисовать на другой бумаге. Ну, такой, чтобы была абразивная, легкая абразивная поверхность. Портреты, да, на таких хорошо рисовать, на легкой абразивной поверхности. Цветы, опять-таки. И все-таки, наверное, еще зависит от того, ну, какие именно цветы человек хочет получить. Ну, от бумаги зависит еще эффект, да, какой мы получим. А тот эффект, который хочу я получить, лучше рисовать на легкой абразивной бумаге, на хорошей, на качественной, на дорогой. Ну, я это поняла, выводы сделала, и теперь с работами, которые на заказ, я буду рисовать цветы на другой бумаге, а не на этой. Тем более, пастельмат, по-моему, появился в продаже и в красном карандаше. На Валберис я видела, по крайней мере, какие-то белые светлые оттенки, они точно есть, сто процентов. Для цветов в самый раз. Так. Вот мы по очереди с одной стороны Идем в другую сторону И постепенно, постепенно прорабатываем Каждый наш лепесток Создаем структуру цветка При этом, да, прежде чем рисовать Мы рассматриваем наш референс очень внимательно И чтобы понять, где какой лепесток может лежать То есть нужно еще домыслить На референсе, на фото не всегда бывает понятно Не всегда бывает видно Где какие лепестки завернуты И где они как лежат То есть в любом случае мы тут домысливаем На своей голове Для того, чтобы это смочь изобразить То есть если ты не понимаешь, как лежит лепесток Тебе будет очень проблематично его нарисовать Потому что ты не понимаешь, как он лежит Поэтому прежде чем рисовать Мы сначала должны понять Что мы рисуем Как мы рисуем И где у нас то, что находится Там видите, такие внутренние лепестки Они так как бы загибаются Извиваются Ну это хоть не особо сложный по сути пиончик Но такие очень ровненькие Хорошо лежащие лепестки Что есть белые пионы Которых там просто какие-то Мсепущечные лепесточки Которые торчат в разные стороны Мне кажется, вот это вот маленький ад Просто Чтобы нарисовать эти белые пионы С тонкими лепестками Не с такими большими, да, как ложечки Как язычки прям такие А прям микроскопические, тоненькие вот эти язычки Которых огромное количество Они в разную сторону Ну тут, да Тут, мне кажется, нужно будет Не за пять часов ты нарисуешь этот пион Гораздо больше времени уйдет на него Потому что этот пион По факту можно сесть И за полдня в принципе нарисовать Если не отрываясь То есть там шесть часов уйдет На то, чтобы его полностью прорисовать Поэтому, конечно, проще разбивать частями Ну то есть сел, немножечко порисовал Отдохнул Отключился от всего Плюс мелкая моторика у тебя работает Развивается Для девушек это вообще Для женщин это очень хорошо Успокаивает нервную систему Это очень полезно Это очень полезно Нито не говорит, да Там сидеть целыми днями по полдня И заниматься рисованием Это же, конечно, перебор Если вы на этом не зарабатываете деньги То это какая-то дурь Если честно Потому что помимо этого Существует гораздо Больше всего остальное Которое немножечко, наверное, важнее Чем просто так сидеть И медитировать С карандашами Это же какое-то безделье Неврологическая зависимость Я бы сказала Бордовым карандашом Прошла по контурам Чтобы придать более какие-то четкие Границы лепестка Обозначить их Там, видите, где вот не хватает Никакого-то цвета Я его постепенно добавляю Мало еще добавляю Там фукс, сиреневого Если хочу, чтобы побледнее было Растушевываю белым Хочу, чтобы было поярче Растушевываю бордовым карандашом И делаю про переход От кончика лепестка К основанию Прорисовываю лепесток за лепестком У нас, видите, уже пеночек начинает прям оживать Такой красивый, нежный Растушевываю лепесток за лепестком Прорисовываем лепестки И форму лепестков По той форме, которую мы видим То есть у каждого глаз работает по-разному То есть я могу по одному винить А эти лепестки А вы можете вообще по-другому их винить И когда они будут разными у нас с вами Это абсолютно нормально Я, как всегда, от одного к другому бегаю Для того, чтобы менять точку внимания И рассмотреть, скажешь, с разных сторон То есть рисовал-рисовал в одном месте Глазик сомнился Пришел в другое место Прорисовал Потом возвращаешься Угу Видишь то, что нужно доделать Да, то, чего не хватает Тем более, это такое, скорее, кропотливое занятие Не тот момент, да Когда мы от руки широко машем в разные стороны И у нас за очень быстро Короткий промежуток времени Получается картина Такие бац, готово Нет Тут вот эта вот кропотливость Усердие Как вышивание, да Чтобы вышивать тоже нужно довольно-таки много терпения Это тоже один из видов деятельности Которые очень полезны для девочек Потому что у нас по-особому устроена психика Есть какие-то такие занятия Которые для нас очень полезны Ну, видимо, и для мальчиков они весьма полезны Сколько у нас Иначе бы у нас не было такого количества художников-мужчин А их очень много И которые довольно-таки превосходно рисуют Чего стоит только один Андрей Яки Чья школа акварели У нас в Москве существует институт Даже я сказала К сожалению, он ушел из жизни Но работы его останутся в веках, мне кажется И у него высочайший, на мой взгляд, уровень детализации Я видела его работу вживую Это просто потрясающе Особенно для мужчин Вот эта вот прорисовка детализации акварелью Это что-то такое Нечто Нечто немыслимое И потрясающее И красивое Идем, да, по кругу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому На пионе очень много таких виднеется маленьких лепесточков Скорее всего, это часть каких-то лепестков Которые скрыты Ну, под более большими лепестками Они же многослойные Всегда пионы У них очень много лепестков Один под одним То есть так проще, когда ты что-то видишь И не очень понимаешь, да, что это То всегда очень полезно это домыслить самому И дорисовать образ Чтобы стало понятнее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Еще есть момент Когда ты смотришь на работу И тебе кажется, что это максимально сложно У тебя не хватит терпения Не хочу, сложно, может не получится Ты, главное, начни Как только ты начнешь Это может затянуть И ты сам удивишься, как у тебя это получилось Хотя изначально ты там Думал, что для тебя это будет очень сложно И нет никакого желания по факту Это как с едой Аппетит получается во время еды Также аппетит и к рисованию Ты можешь вообще не хотеть И не быть настроеннее этого делать Но как только ты начинаешь рисовать У тебя мозг начинает работать по-другому И ты подключаешься Получаешь выброс тех гормонов Которые очень благоприятно действуют На человеческий организм И не важно, мальчик ты или девочка Бабушка или дедушка Бабушка или дедушка Отрабатываем последние основные наши лепестки И не важно, мальчик ты или дедушка Смеш-то не важно, мальчик ты или дедушка Смеш-то не важно, мальчик ты или дедушка Отрабатываем последний раз не спешим аккуратненько прорисовываем структуру фактуру лепестка форму его вот выпуклость чтобы у нас листок казался не как будто он прямой как будто он выпуклый взяла розовый у меня светло-светло-бледно-розовый и смешиваю именно им прорабатывая тем самым форму лепестка да я помню что наши светящийся такой край белый и 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 контур лепестка у нас четкие то четкие линии лепестков они не размытые сам цвет переход да градиент на лепестке он может быть размытый а лепесток по краю у него четкая форма поэтому тоненьким кончиком карандаша лучше это делать либо если нету карандашей взять мелочек заточить сделать острый уголок и максимально аккуратно провести вот эту вот границу и четкость вот этого лепесточка края его сделать поэтому мне допустим мне допустим проще это делать с помощью карандашей одними мелками это довольно таки ну сложно дольше времени на это потратишь какой смысл если есть пастельные карандаши то надо ими пользоваться их же не дураки придумали немножечко фактуру вот этого лепестка самого нашего кругленького доделаем он по факту уже как бы готов ну какую то фактурность вот эти вот жилочки прожилочки вот я не я не это не это нас это мне нужно Где-то яркости добавить, где-то цвета добавить, чтобы поярче было. То есть мы не пропускаем ни одного лепестка, работаем с каждым, с каждым лепестком. И каждый раз можно отходить от работы, смотреть на нее издалека, общий фон, общий цвет, общая форма лепестков. Работа не должна быть такой, как на референсе, ну прям идеалити, нет. Она максимально должна просто вам нравиться. Если вам нравится, все, как бы ваша цель достигнута. Это основное. То есть если вы рисуете для себя, работа должна нравиться вам. Если вы рисуете для кого-то, то работа должна нравиться тому человеку, которому вы это рисуете. Как говорится, да, какая разница, как это сделано, если вам это нравится. С помощью растушевок, кистей, карандашей, мелков, пальцев, неважно, тряпочек, пластиков, растушевок всяких там, резиновых, нерезиновых, губки какие-то. Вообще не важно, чем вы рисуете. Главное, чтобы результат вам нравился. Это основа. Вот это. Ну вот это вот нельзя, пальцем там, возьмем, растушевками, фу. Не фу. Главное результат. И не важно как. Ну, при условии, конечно, если вы там не соревнуетесь, не сдаете вступительные экзамены в какой-то художественный университет, где есть определенные свои внутренние правила рисования, если вы рисуете не по их правилам, вас просто не примут в это учебное заведение. Поэтому для того, чтобы как бы готовиться там к вступительным экзаменам в какой-то художественный университет, вы должны сначала изучить правила, по которым работают в этом университете. Но это другое. У меня уроки, они такие для людей, которые просто хотят рисовать для себя. Но не для тех, кто хочет поступать в высшее художественное. У меня нет уже художественного образования. Я художник-самоучка. Я рисую для себя, а не для профессоров. Для профессоров будут рисовать те, кто хотят курочку о высшем художественном образовании. Мне достаточно моего высшего образования, библиотечного, которым по факту я не пользуюсь. Как и большинство тех художников, которые имеют высшее образование и заканчивают толпами просто художественные университеты. А потом стены красят. И таких очень много. Я очень давно была зарегистрирована на профи.ру. У меня там был аккаунт, когда я занималась росписью стен еще. И я там познакомилась с большим количеством профессиональных художников, которые заканчивали Строгановку, там какой-то еще университет. Они прям художники, настоящие художники. Как они зарабатывают на жизнь. Они красят стены. Не рисуют на них. Они их просто красят. Ну, как бы потратят пять лет своей жизни, чтобы тебе там ломали психику своими правилами рисования. И ты потом просто будешь красить стены в желтый цвет валиком. Ну, каждому свое, да. Есть, конечно, и преимущества. У нас какие-то официальные учреждения, да, государственные, тебя не примут, допустим, как бы ты прекрасно не рисовал без художественного образования. Меня как-то звали даже на финсовод преподавать. И когда уже все, дело дошло до оформления, они такие, и дипломы, пожалуйста, свои нам предоставьте. Я говорю, какие дипломы? Ну, типа художественного образования в высшем. Я говорю, у меня нет. А они такие, о, ну извините, вы нам не подходите. Супер. То есть не важно, что ты умеешь рисовать, что ты можешь научить. Нет, у тебя должна быть корочка. И именно вот художественного образования. Я взяла черный, да, и точечками, мелкими точечками поставила самый темный участок пиона. И растушевала его коричневым. Это фиолетовый темный. Добавила яркости в нижние лепестки. И проработать вот эти нижние. Потому что все равно запылилось, пыль падала. Так что, если вы хотите поступать в высшую художественную, то вам, конечно, не ко мне. Лучше это вообще не смотреть. Лучше находить профессиональных художников. Наверняка они есть. И достаточно везде. И учиться уже у них. Цветок мы относительно закончили. Оставим пока на этом этапе, какой есть. Мелкие доработки будут уже, когда будем рассинки рисовать в дополнительном уроке. А сейчас будем рисовать фон. Доделывать. Распределяю так пятнами. У меня будут хаки болотные, темно-зеленые. Оттенки зеленых, которые есть. Но они должны, помните, совпадать с верхним. То есть это те же зеленые цвета, те же оттенки, которые вверху. Чтобы у нас какафония не получилась. И опыл, который мы получаем сейчас от темно-зеленых, от зеленых, мы берем листочек, поднимаем и стряхиваем вниз. То есть мы не раздуваем его по всему пиону, иначе это будет не очень хорошо для цветочка. У вас он вместо розовенького станет зелененьким. Я эти моменты просто вырезаю всегда. А вам говорю, что опыл, который у нас получается от темных цветов, мы стряхиваем вниз. Ни вверх, ни на цветок. Вниз. И аккуратненько, да, все-таки рисуем, чтобы максимально аккуратно вокруг лепестков было прорисовано. чтобы не испортить свою же работу. С пастелью, как и с акварелью, нужно быть очень аккуратно, ювелирно, я бы сказала. Это не акрил, не масло, не гуашь, который все равно можно подправить и подредактировать гораздо проще. С пастелью и акварелью немножечко посложнее будет редактировать косяки. И так далее. Тот темно-красно-коричневый, который сверху, добавляем и снизу. У нас, как всегда, да, смотрим на референс. На что видим на референсе, так и добавляем. И аккуратненько, пальчиками, мы это все раздушевываем. У нас фон размытый. И поэтому нам нужно делать размытый фон. Это только растушевка, без детализации, без прорисовки. Аккуратненько вокруг лепестков, чтобы не дай бог на них не залезть зелеными руками. При салфетке, я надеюсь, вы помните, да, что салфетки влажные нам нужны для того, чтобы вытирать пальцы и руки. вокруг лепестков аккуратненько она должна будет пройтись, чтобы подчеркнуть наши лепестки, растушевать мелок, который у нас там полностью не лег. и прям по краю цветка, от цветка, ну, такими движениями, растушевывающими и корректирующими лепесточек, проходим вокруг. Потом еще будем откорректировать и лепестки сами, светлыми оттенками, конечно. У нас там в уголочке, да, как свет, солнце же светит с той стороны и там где-то просвечивает. То есть нам нужно, чтобы у нас был четкий-четкий пион и растушеванный фон. Мы всегда рисуем до того момента, чтобы нам понравилось самим. Что когда ты смотришь, и ты понимаешь, что тебе это окей нравится. Наши листья, лепесточки у меня розовый для коррекции и светло-фиолетовый. который у нас виден на нижней части лепестков. Мы проходим и убираем те зеленые места, да, которые у нас получились случайными движениями или не случайными, чтобы лепестки у нас были того цвета, которого должны быть и максимально четкие. и рисуем листочки. Листья без детализации, они так, как набросок небольшой, да, они же тоже полуразмытые. Оттенки подбираете те, которые видят ваш глаз. Ну, в соответствии с референсом, да, как я уже писала, говорила, что подносим мелочек к референсу и сравниваем, подходит, не подходит. Таким образом отбираем мелкие. И потом уже по ходу работы мы корректируем все это. Он не он, да. Те оттенки, не те оттенки. У нас тут немножечко загнутый такой лепесток. Он как лопаточкой лежит. Такой полусвернутый. И прямые лепестки с другой стороны. Как колышки торчат с бликами. Блики у меня светло-зеленые. Такой светло-зеленый ближе к бирюзе, наверное. Зеленоватый. И прям можно смело растушевать пальчиком. По листу. То есть вниз ведем. Не вверх, вниз. У нас еще лепесток из-под пиона самого торчит. Вот это вот из чего у нас самоцветие растет. У розы такие тоже есть. С помощью черного. Я добавляю черный. Так у меня нет такого максимально темного зеленого. И плюс он там в тени находится. Поэтому тут я использую черный. Но я его смешиваю и с зеленым, и с красным. И он не смотрится как отдельный черный. Как бы все равно растушевывается. Каких-то светлых моментов хочется добавить. Светло-зеленых. Ну, как бы уже корректировать в конце работу я буду уже, когда роса у нас там нарисуется. Так, здесь я черным немножечко контуры придаю лепесткам. Самую малость. такую небольшую четкость. и, конечно, наше солнышко, которое уже под опылом, под пылью. нужно вот это вот создать ощущение света яркой белой точки. Ну, вот из-за того, что у меня бумага не очень, видимо, и плюс маслянистый мелок с анелье, который, он очень жирный. сухая пастель тоже бывает жирный. И вот он катышками, то есть у него нет вот этого мягкого градиентного перехода, они не растушевываются, он как бы как скатывается. И даже если растушевывать не пальцами, а мелками, мелок на мелок, все равно что-то не то. Ну, все равно максимально все это подправлю. чтобы получить тот эффект, который хочется. И уже для себя просто сделаю выводы, чем работать, а чем не работать. Влажные салфетки не забываем, чтобы руки вытирать, чтобы все это растушевывать чистыми пальцами, не грязными, потому что все-таки у нас тут солнечные лучки и зайчики. Светло-зеленых добавила зайчиков, желтеньких зайчиков. Это вот синий шарик тоже нужно будет немножечко растушевать, это он слишком синий и слишком четкий. Добавим сейчас темно-коричневого с красным оттенком, который у нас там нанесен, чтобы немножечко откорректировать этот синий блик. но я бы еще его уменьшила, еще меньше сделала. Ну, это уже посмотрю потом, когда росой будем заниматься. Вот эти вот лучики, которые у нас виднеются. самый крутой конечно создавать такие эффекты градиента особенно свечения можно аэрографом то есть аэрограф создают потрясающие переходы плавные градиенты и вот эти создает эффекты свечения плавного самое простое да еще можно это сделать там точно не будет никаких разводов вокруг лепестков у нас есть такое оба дочек оттеняющий наш пиончик аккуратненько зеленым это делаем карандашиком нет карандашиками лочкам пробуйте главное аккуратно и прихлопывающими движениями пальчиком проходим по контуру карандаш вытираем да все время помним об этом белый особенно если мы рисуем белые лучки у меня спасение утопающего дело рук смогу утопающего называется могу сделать выводы что на бумаге фабриан тизиана рисовать лучше максимально сухой пастелью без жирности и есть жирненькая такая пастель до гамманова которая сенелье что у нас там еще есть которые прям жирненькие жирненькие грамм так жирно рисуют их лучше на этой бумаге не используют она будет скатываться и наслаиваться будет очень плохо мы используем максимально сухую без жирности поставить крапинки капельки для так набрасываю просто пока чтобы посмотреть как это будет смотреться в любом случае буду рисовать уже когда будут россинки у нас и сейчас мы можем добавить уже белого на кончике наших лепестков потому что больше у нас не будет особо темных никаких оттенков и цветов поэтому теперь можно уже придать белизны нашим лепесткам белым самым белым участком и если я вам покажу worden разводится я буду рисовать ядом на кустрючатый ядом на кустрючатый зато жирненький по всем беленьким кончиком уголочка аккуратненько проходим чтобы не закрасить уже те фактуры которые мы наносили до этого то есть мы только подчеркиваем перекрашивать все белым жирным мелком не надо мы добавляем в те места где у нас максимально белая белый цвет есть светящийся такой не перебарщиваем да всегда помним что даже лекарство может быть ядом если его будет много забыть золотая серединка чуть-чуть именно столько сколько нужно не больше плюс еще не забываем что у нас в дополнительном уроке мы порисуем еще капли росиночки которые тоже от этого искристости и бликов придадут живости я бы так сказала руки я вытираю все время влажной салфетки чтобы руки ставались чистыми и взяла мелок сухой белой прям максимально сухой вы пытаясь реанимировать свечение такая у нас развлекалочка солнышко белым добавлю еще бликов больше света на лепесточки помню да никакой детализации перерисовки потому что они у нас полразмытые лепестки посмотрите да добавила капелек по воздуху и уже по-другому играет работа представляете как будет интересно когда добавим контрастности с капельками на сам пион кажется он будет более живым более интересным более четкий контур прорисовать лепестком хочу в принципе это можно делать не только темно-зеленым да как фон а еще можно сделать темно-портовым либо коричневым пройтись аккуратненько но уж конечно использовать те цвета того карандаша который мы используем в работе чтобы у нас работа все-таки была единой и лишних цветов которых нет в работе не появлялась какими-то черточками непонятными главная цель всегда стараться делать работу гармоничной желтеньким растушую лучики такой желтизны и оранжевым нужно каких-то оттенков вот этих теплых этого сияния солнечного напомним да что не пачкаем работу если мелок испачкался мы его вытираем и наносим вытерли провели вытерли провели грязным мелком мы не рисуем и и и и и и и и